Видео, как работает поиск, подготовленное инженером Google Мэттом Катцем. Привет, меня зовут Мэтт Катц, я инженер Google из группы по вопросам качества. Я расскажу вам о поиске в интернете. Во-первых, запомните, когда вы ищете информацию в Google, фактически поиск ведется не по сайтам в интернете, а по индексу Google. Его создают специальные поисковые агенты, пауки. Они получают данные с нескольких веб-страниц, затем переходят по ссылкам с этих страниц. На другие страницы, затем переходят по обнаруженным там ссылкам и так далее. Пока в индекс Google не попадет огромное количество сайтов, миллиарды страниц, которые хранятся на серверах по всему миру. Допустим, я хочу узнать, с какой скоростью бегает гепард. В строке поиска я набираю скорость гепарда. Нажимаю ввод, наши программы ищут в индексы, все страницы, где упоминаются эти слова. В этом случае в число возможных результатов попадают сотни тысяч вариантов. Как Google определяет, какие 2-3 страницы мне нужны? С помощью вопросов, которых больше 200. Например, выясняется, сколько введенных ключевых слов содержит страница. В названии в URL, в адресе, расположены ли они рядом друг с другом. Есть ли на странице синоним этих слов? Информация на этой странице полезна или похожа на спам? Какой рейтинг PageRanks этого сайта? Кстати, PageRanks. Это алгоритм, изобретенный Ларри Пейджем и Сергеем Бридом. Он определяет значимость сайта в зависимости от количества, ведущих на него ссылок и степени их полезности. Эти факторы формируют рейтинг страницы. И через полсекунды пользователь видит результаты поиска. Мы в Google обязуемся предоставлять пользователям объективные и полезные результаты. Мы не принимаем плату за включение сайтов в индекс за более частое сканирование или повышение рейтинга. Давайте посмотрим на мои результаты поиска. Каждая запись это название URL и фрагмент текста, которые помогают определить, будет ли страница полезной. Также можно увидеть ссылки на похожие страницы, последние сохраненные в Google версии этих страниц. И связанные запросы, которые пользователь, возможно, захочет потом посмотреть. Иногда справа и вверху на странице результатов поиска появляются объявления. Мы серьезно относимся к рекламе. И стремимся показывать пользователям только интересные и полезные объявления. А для рекламодателей мы стараемся подобрать заинтересованную аудиторию. Google четко разграничивает объявления и результаты поиска. Если мы не сможем найти нужную вам информацию, вы не увидите никакой рекламы. Итак, скорость гепарда составляет примерно 110 км в час. Благодарю за просмотр. Надеюсь, что это видео поможет вам разобраться в том, как работает Google. Продолжение следует...